Хотелось бы сказать о том, о чем предупредил апостол Павел в своей второй главе к посланиям филиппийцам. Он говорит, все делайте без роптания и сомнения. Вот очень важные слова, которые мне хотелось бы, чтобы мы с вами услышали все. Сегодня очень много ропота. За этот период, наверное, когда происходит наводнение, разливаются реки, дуют ветры, налегают на дом и есть домы рушатся, где горят леса, горят города. Град падает с апельсин размером. Страдают люди, переживают целые страны и народы, болеют и умирают. У многих появляется некий ропот. А куда смотрит Бог? А что, разве он не может это все остановить? А что, разве ему трудно? Или, может быть, он перестал быть Богом? Или он перестал быть всемогущим, раз это все происходит? Ну, давайте вспомним, почему произошел всемирный потоп. И увидел Бог, сказано в священной книге Бытия, что велико развращение человеков. И раскаялся Бог, что сотворил их. Бог даже пожалел о том, что Он создал людей, которые превратили свою жизнь в непрестанный грех, порог, блуд, разврат, удовлетворение своих низменных потребностей. И раскаялся Бог, что сотворил человека. Нам это ни о чем не говорит. Что все, что происходит вокруг нас, по грехам нашим, а люди снова говорят, нет, мы сейчас установим всевозможные какие-то эваку-пункты, мы все загладим, заасфальтируем, потом все залечим и снова будем грешить. А не поднимаем глаз своих к нему. Больше того, мы сейчас ропщим на то, что жарко, как же это все перенести. Мы ропщим на то, что у многих чего-то не хватает, чего-то нет, а чего-то очень хочется, а нет. Но мне хотелось бы привести вам сегодня, дорогие, один пример. На минувшей неделе мне довелось послужить в Ставропольской епархии в храме Целителя Пантелеймона. Возглавлял эту божественную литургию владыка Феофилакт, Пятигорский и Черкесский. Вот мы служили в божественной литургией в этом храме, куда перед службой привезли на коляске молодого парня. Лет ему было 18. И помню, как сейчас его подвезли к этой колонне, а потом его сняли с коляски и положили на пол. У него не просто нет ног, у него маленькие ножки, они не ходят. То есть на ноги он встать не может. И он лежал всю литургию на маленьких ножках. Вот просто лежал. Мы все стоим, молимся, мир всем, мы кланяемся, мы крестимся, стоим, крутимся по сторонам. О чем-то вспоминаем, о чем-то просим. Нам все чего-то не хватает. А этому парню, думал я, чего не хватает? Но вы знаете, что поражало, это заметили многие, какая вера была в его глазах. Вот на него смотришь, посмотришь на простого стоящего, у него глаза какие-то смурные, отчаявшиеся, ропщущие, сомневающиеся. А у этого такой свет в глазах. Он лежит без ног на каких-то, знаете, как игрушечные ножки, они у него болтаются. А сам так радостно в царские врата смотрит, с такой верой смотрит, что происходит в святых, еще и других. Их обнимает, к нему подходит и молится. И вы знаете, это заметили все. И когда после литургии вышел архиерей на проповедь, он об этом сказал, потому что не заметить этого парня было невозможно. И он сказал, я видел сегодня юношу, который молился в нашем храме, и сколько было веры в его глазах. Ведь он был укором мне, сказал архиерей. Потому что и я тоже думаю, вот это у меня не так, вот этого мне не достает, вот этого мне мало. А вот смотрю на этого парня, а ему всего хватит. У него такая вера в глазах, а он лежит без ног. На колясочку посадили и повезли домой. Вот, дорогие братья и сестры, я привел вам и себе этот пример, чтобы мы никогда не роптали, когда нам вдруг жарко. Ты можешь взять в руки, может что-нибудь сделать себе, прохладу. Ты можешь пройти, принять душ, свободно перейти через свою ванну и включить холодную воду. Ты можешь ее напиться, она у тебя есть, открой холодильник, у тебя там есть что. А вот этому парню. И вот что он будет есть, что пить? Не заботиться. Господь его и питает, и люди подносят, и привозят. И радость у него на глазах, которую нельзя было ни увидеть, ни заметить. И не увезти с собой. Вот я увез радость в глазах этого парня с собой. И думаю, обязательно я вам расскажу об этой радости. Радости человека без ног, который с такой радостью ходит в храм, простите, его приносит. И полагают на пол, и он лежит, вот понимаете, не просто он стоит на каких-то культюшках. Он лежит на полу и смотрит во святая святых. И не заметить его, или забыть его взгляда, веры, надежды на Бога, что все будет хорошо. Нельзя. Вот вспоминайте этого парня, когда вам что-то очень захочется. Когда вам чего-то будет не хватать. Когда в чем-то вы будете роптать, потому что дьявол, по словам святителя Анна Златоуста, чтобы отклонить нас от добрых дел, от подвига веры, сначала всевает в нас гордость, потом тщеславие, а потом, если видит, что эти орудия нас не поражают, насылает на нас ропот и тщеславие. Вот откуда все. Ропот, оказывается, он не самобытен. Он от врага рода человеческого. И вот есть такие недовольные, все ему плохо, все ему не так, все ему не то, политики не те, семья не такая, жена не такая, там дети плохие, вот такие, все плохо, все плохо. А есть те, которые говорят, слава тебе, Господи, за все. Вспомните Иова многострадального. Как он-то страдал, Господи, себя рядом вспомнишь, да у меня рай на земле по сравнению с ним. Болел с себя, снимал черепками гнойные раны. И не роптал, и говорил, Бог дал и здоровье, и благополучие, и дом, и детей. Забрал, Бог дал, Бог и взял. Буде имя Господне благословенно отныне до века. Вот постарайтесь запомнить эти слова благословенного Иова многострадального, которому потом за то, что он не роптал, а уповал на Господа, и благословлял его, да будет имя Господне благословенно во всяк день, на всяк час, отныне и до века. И за это Бог ему в книге Иова написано. А это священное писание, которое все Бога вдохновенно возвратил ему. И дом, и детей, и жену, и имение. Вот, дорогие, будем по слову апостола, все творите без роптания и сомнения. Взялся за дело, не ропщи, не получилось, ну не сумел, подучусь. Трудитесь, не ленитесь, надо трудиться, дорогие братья и сестры, и молиться. Вот эти два крыла, молитва и труд, пусть возносят нас, дорогие, до небес. Царствие Божие, потому что к ним уже сегодня мы должны устремляться. И, конечно, хорошо, дорогие братья и сестры, вспомнить еще один хороший совет, который дал одному юному иноку, старец, который пришел к нему молодой, и спрашивает, отче, что мне делать, все плохо, ничего не получается, все из рук валится, все кругом предатели, все обманщики, все-все лжицы, все мне только плохого хотят, один я, не знаю, что делать. Ну понятно же, почему один я хороший, все вокруг плохие, все кругом плохо, и мысли плохие, и поступки вокруг, что мне делать? И старец ему говорит, если не хочешь думать о плохом, думай о хорошем. Вот я хочу попросить и вас, почаще думайте о хорошем, дорогие. Вот несите, братья и сестры, в этот мир, лежащий в вас зле, мир христианский, любовь в свое сердце, понимание всего того, что происходит, и с терпением преодоления всего того, что мы видим вокруг происходящего, без роптания и сомнения, с упованием на Господа нашего и Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Спасибо.